Денис 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, дорогие товарищи, я достаточно громко говорю, я думаю, что меня слышат. Сегодня мы собрались по очень знаменательному событию, очень счастливому, одновременно в некоторой какой-то степени и грустному. Мы сегодня провожаем наших выпускников, наших пальчиков, которым мы хотели бы гордиться всегда, как мы их сейчас любим и надеемся, что они оправдают тот труд, который мы вложили, то сердце, которое мы вложили. И мы надеемся на их счастливое будущее. Я хотела бы от себя лично сказать большое спасибо всем родителям, прежде всего, которые воспитали таких ребят очень симпатичных. Большое спасибо тренерам, которые вложили очень много труда и в нашей школе, я так думаю, самые лучшие ребята в городе Москве. Большое спасибо учителям, которые отдали свое сердце, свои нервы, свое здоровье воспитанию и обучению наших детей. Ну и сейчас я вам зачитаю приказ об окончании школы. Если читать, значит, отвлекаясь от шагки, я только хочу что сказать. Что в связи с окончанием обучения, с выполнением полностью всего учебного плана по курсу обучения средней школы, мы все ТХ в этом году, например, с прошлогодним, выпускаем. То есть у нас все ребята в этом году закончили отделок с классом, закончили курс обучения в средней школе. Все ТХ. Всем мы вручаем сегодня аттестаты о среднем образовании. Из права вручения аттестаты предоставляется всем сидящим у нас в главном случае, введенные люди, введенные люди, введенные люди. Я, прошу прощения, я не представила наше мнение людей. Вы всех, почти всех прекрасно знаете, прежде всего, это ТХ, который создал эту школу. Вот, вложил очень много труда наших ребят. И особенно, конечно, вы знаете, что 11-й А-класс считается классом Волюбовича. Не считается, как я скажу прощения Волюбовича. Вот. Так что, представляете, вы имена, да, представили Волюбовича нашего. Здесь сидят классный руководитель 11-го В-класса, Тамара Петровна, 11-го А-класса. Нельда Васильевна, которая с ними тоже прошла с вашими ребятами достаточно большой путь. Вот. Николай Дмитриевич, наш военно-рубник, заслуженный наш формат. Владимир Самсонович, тоже человек, наш военный, брактор нашей школы, который так много связан. Кстати, Владимир Самсонович тоже очень много работал, так ведь мальчики 11-го А-класса. Он вас воспитывал, маленьких взят, и теперь мы с вами большие. Наши тренеры. Сула Ачконе. И Сергей Николаевич Громов. И если бы вы, хотя жаль, что родители, вы уже уходите, если бы сейчас вы посмотрели на нашего государства, работая на экипансе. Так, ну а сейчас слово для, значит, выучения, предоставляется. Начнем с Василия Николаевича. Вообще, трудный момент. Я вам скажу, почему. Потому что я помню, когда я набирал ребят, а поскольку, ну, почти половина ребят, которые набирали, рядом, те ребята 11-го Акласса, которые я видел, как набирали, и Василий Иванович, и тогда был Федоров Андрей, вы помните. В общем, мне кажется, это было вообще в чуваках, значит, так все быстро пролетело. Хотя, хотя много было очень хорошего в жизни, значительно больше, чем в Платовой. Если честно сказать, что я в Платовой почти не помню ничего. Я не хочу сказать, что все наши мечты осуществились. Нет, конечно, мне хотелось, чтобы спортивный результат был выше, если честно. Мы говорили, что один мастер спорта в классе – это мало. И даже один победитель в первенадцатом мере в соседнем классе – это тоже мало. И я не хочу сказать, что у нас очень… Мы удовлетворены спортивными, учебными успехами, то есть там серебряная медаль – мало. Мы бы хотели, чтобы она была золотой и так далее. Но мы стараемся. Мы стараемся. И это самое главное, потому что, в общем-то, главный не результат, тем более, что это не конечные результаты. Я воспринимаю сегодня как промежуточный филиш. И вы, наверное, хорошо все это понимаете, родители и дети. Потому что что такое спорт? Мастер спорта уже начинается с спорта, если говорить о серьезном деле. А до этого это была физкультура. И я думаю, что эта физическая культура привела определенные навыки в наши детям. И они теперь культурные и физические, в том числе. Что такое образование 10 классов? Ну, сейчас 11 классов. Это тоже не образование. Это просто первое впечатление об образовании. Это даже далеко от первого. Я думаю, что даже институт не образования, нам об этом не будем забегать вперед. Поэтому, мне кажется, что первые шаги сделаны. И мы очень рады, вот наш коллектив, в частности, и тренеров, и учителей, с тем, что мы как-то смогли помочь. Потому что, я думаю, что ребенок, это просто алмаз. Наши задачи вышли помочь, он качался в бриллиант. И если мы помогли, и какая-то грань засветилась, я буду, считаю, что мы свои задачи не выполнили. То есть мы были больше на нему рады. Есть, конечно, особенность в нашей школе, и все ее хорошо знают. Все дети занимаются борьбой саммой. Это тоже накладывает большой отпечаток. Я бы хотел, чтобы эти приемы, которые вы знаете, те знания, которые вы здесь добыли, они бы прибыли применены на добро. Потому что, в общем, все бывает в жизни, вы понимаете. И мы надеемся, что вы примените это в добром цели. Потому что добро — это сила. Добро — это признак сил. А зло — это признак слабости. Если человек применяет зло, он слабый человек. Он по-другому не может, он вынужден селиться. Я хочу, чтобы вы были добрыми. Я хочу, чтобы вы были сильными. И я хочу, чтобы все то, что вы хорошего получили в нашей школе, чтобы оставил себя на зубе. Счастливого вам пути. Успехов вам. Больших. Мы всегда вам рады. Я думаю, что если у вас возникнут какие-то проблемы в жизни, хорошие или плохие, неважно, приходите. И мы постараемся вам помочь. Во всяком случае, так сложилась такая традиция в нашей школе, что все ребята, в которых возникает какие-то ситуации, они всегда приходят. И мы всегда им очень рады. Для меня был... С вами, Дмитрий. Дорогие родители, поздравляю вас с окончанием этого длительного, десятилетнего учебного марафона, который вы преодолели и преодолели очень успешно. У вас сейчас в глазах, конечно, стоит картина, когда вы своих ребят, первоклассников, привели в школу, мешая их за ручку. И теперь вот они сидят перед вами, и к нам все сидят, вот эти большие, умные, веселые, здоровые ребята. Поклонитесь, ребята, своим матерям за то долготерпение, которое они выдержали, получая вас поцелуете в руки. И желаю вам, чтобы вы всю свою жизнь выполняли только о хорошем, о том, что дала вам эта школа. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 День, когда, может быть, вытапывает вас всех вместе, я вижу в последний раз. Мне будет очень не хватать вас. Мне будет очень плохо без вас. И пустой будет школа, из которой вы сегодня уйдете. Пришел тот момент, когда, покидая стены этой школы, вы выходите в наш сложный, сложный, бурный, жестокий, прекрасный, полный надежд и разочарований мир. И я бы очень хотела, чтобы все то, о чем мы с вами говорили на уроках литературы, все-таки подольше осталось в ваших душах. Я с большой радостью и с упоением работала с вами весь этот год. И я безмерно счастлива от того, что все-таки до того, как вы выйдете в этот реальный мир, я успела познакомить вас с настоящей литературой, с литературой высокой нравственности, литературой, очищенной от жесткого давления идеологии. И пусть не только произведения этой литературы, пусть сама жизнь этих поэтов и писателей, которые были жертвами преступной и порочной системы, будут для вас примером возвышенности против зла. И я уверена, что это позволит вам выстоять в каких-то сложных, сложных жизненных ситуациях. Я хотела еще раз напомнить эти блистательные имена Анны Ахматовой, Михаила Булгакова, Осипа Мандельштама, Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Марина Центаревой. Пусть то, о чем мы с вами говорили на уроках, будет для вас ориентиром. А в сегодняшней, в сегодняшней жизни пусть перед вами всегда будет примером образ великого человека Андрея Дмитриевича Сахарова. Старайтесь быть такими же мужественными, высоконравственными. Никогда не поступайте со своими принципами. Никогда и ни в чем. И самое страшное, никогда не поддавайтесь мнению большинства. Будьте смелыми, будьте стойкими. Подчиняйтесь только своей совестью и своей нравственностью. Всего десять лет отделяет нас от следующего третьего тысячелетия. Так вот, какими мы придем в это тысячелетие, зависит только лишь от вас. Что мы там посеем? Земно зла или ненависти? Или же, наоборот, доброты и милосердия? Вы выходите в жизнь в очень сложный период, в очень сложный момент для нашей страны. Вы выходите в очень сложный мир. И я надеюсь, что вы готовы к этому. И я думаю, что мир можно спасти. Как всегда мир спасет любовь, доброта и свет. Так вот, помните, каждое ваше стремление, каждое ваше движение вашей души должно быть продиктовано только любовью. и на прощание. Мне бы хотелось почитать стихи Семнадцатилетнего Александра Булова. Совсем еще любого. В полной мгле перед рассветной Среди толпы блуждаю я С одной лишь ду мою заветной. Пусть светит месяц, ночь темна, Пусть жизнь приносит людям счастье. В моей душе любви весна Не сменит бурного ненастья. Дай Бог вам, дорогие, Только голубого неба над головой, Только теплого и ласкового солнца, Только чистой и красивой любви. Здоровья вам, радости, счастья. И помните, не забывайте никогда, Что ваши чистые сердца, Ваши сильные руки Должны служить только... АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь на пути, чтобы вы были добрыми, Честными, правдивыми. А добро и совесть вас будет всегда укройка. Желаю вам, ребята, здоровья, дорогих который есть сейчас у вас, да, радости, счастья, исполнения всех ваших главных. Наверное, Николай Дмитриевич уже и вручит нашим будущим воинам, выбравшим именно военность. Который в мототеракете идет высший военный ракетный училищ. Песоцкий Михаил. Детский вручный государственный училищ. В авиацию идет. Улиппров. В будущем военный переводчик. Следующий меняк. Голайдин Андрей. Голайдин Андрей. Готовься к тройнию. Это будет деградация инженера. Нет, нет. Это уважаемых вручили. Николай Дмитриевич, вы прямо почему-то их. Вы представляете? Он надеется, что они выполнены в свой дом. Поголов, Алексей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, вторим видео. По кретинок, да? По кретинок. Микрофон, наверное, надо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сидоров, Стофеев, Готовский, Ермолай, Сидоров, Стофеев, Готовский, Ермолай. Сидоров, Стофеев, Готовский, Ермолай. Сидоров, Стофеев, Готовский, Ермолай. Сидоров, Стофеев, Готовский, Ермолай. Сидоров, Стофеев, Готовский. Сидоров, Стофеев, Готовский. Сидоров, Стофеев, Готовский, Ермолай. Сидоров, Стофеев, Готовский. Сидоров, Стофеев, Готовский. Сидоров, Стофеев. Сидоров, Сидоров. Сидоров, Сидоров. Сидоров, Сидоров, Сидоров. Сидоров, Сидоров. Сидоров, Сидоров. Сидоров, Сидоров. Сидоров, Сидоров. Ну, а сейчас я хочу вручить аттестаты, группу учащихся моего класса. Я хочу вручить аттестаты. Еще говорят, что учителей не должно быть себе любимчиков. Ну, я должна сказать, что как мать любит всех своих детей, так и я любила всех своих учеников. Ну, честно хочу сказать, что у учителей есть ученики, с которыми они относятся с большой симпатией. А это ученики, которые знают предмет, который ведет учитель очень хорошо. Так вот, мне всегда было очень приятно говорить по-английски со словом Олега. Ну, сказал Олег, я должна тоже сказать о Вадиме, потому что они как двигатель воды похожи, но, конечно, у вас я научилась их отличать. Ну, следующий аттестат я хочу вручить человеку, который умеет сочувствовать, сопереживать, который всегда может поддержать в трудную минуту. Это Кулинчин Кси. А следующий аттестат я хочу вручить самому высокому, самому вихранскому, с таким же вихранскому, порой непокорным характером, Диме Ражевне. Ну, очень милому. Ну, а следующий аттестат я хочу вручить ученику, о котором, как-то, я могла бы сказать так. Ну, как на войне нужны были солдаты, такие, как Василий Тюркин, так и в классе должен быть такой ученик, как Денис Царьков. Ну, мне особенно приятно вручить этот аттестат ученику, который рос на моих глазах с пятого класса, и который рос в моих глазах, и который сумел закончить школу, показав во всем предметах только отличные и хорошее знания. Большой друженик Андрей Муханев. Далее, товарищи, продолжим мы вручение аттестатов нашим мальчикам, чтобы они посмотрели на свой новый тепло в обогащении средней школы. Теперь у нас аттестаты нового класса. Следующий хоблок. Хоблок. Вот он почему-то побежал в хоблок. Очень далеко. Игнатий Сергеевич. Игнатий Сергеевич. Игнатий Сергеевич. Теркач. Теркач, ты где? Ура. Дорог. Читарей. Павленок Володя Многим Сталёша Гатя Крома А сейчас мы предоставим слово Логиновой Алёше и Церкову. Алёша, только ждём тебя. Что-то ты хотел сказать. Алёша, только ждём тебя. Алёша, только ждём тебя. Ну вот три недели, как у нас отлинил последний звонок. И вот наступил действительно самый последний звонок, когда мы покидаем эту школу навсегда и будем только приходить в неё как гости уже. И что хотел сказать в этом поводу. Что, конечно, всего, что мы хотели получить в школе, разумеется, мы не получили, но вы это сами хорошо знаете, потому что не всё в школном образовании было хорошо. Мы выходим в жизнь, и ещё много всяческих жизненных передряг ожидает нас на этой пути. И мы, вот я имею в виду это наше поколение, выходим в такую жизнь, когда всё в мире так неналажено и так относительно, и нам предстоит бороться за эту жизнь. У нас многих ожидает ещё одно притеснение гражданской свободы, это служение в любимой нами всеми Советской Армии. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и что ещё хотел сказать? Здесь прозвучали слова, что наша задача была учиться и учиться, но, положив руку на сердце, этого и не хотелось сделать вроде учиться, потому что не было для этого соответствующих условий. Но как бы то ни было, была бы школа эта хорошая или плохая, мы её окончили, мы будем вспоминать о ней, как о наших учителях, как о людях, которые подготовили нас к жизни, всегда будем приходить к вам с самыми тёплыми словами. Поздравляю. Спасибо вам за всё. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Продолжение следует. 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 Если класс не будет слушаться какого-либо учителя, это может относиться к любой области знаний, то география, то узкий язык, литература. Учителю надо просто сказать сам бист и замахнуться метроу линейкой, не можно даже больше. Сразу посадимся. Нет, не посадимся. Хорошо. Если класс не слушается, так же, учителю можно повернуться спиной к доске, закатить глаза, поднять одну ногу, имитировать глубокий обморок. И здесь-то посматривать на глаз и смотреть, какое есть состояние, как это влияет. Но обычно помогало. А также можно, если в классе стоит гул, как обычно у нас приняты в школе, то можно отобрать дневнику самого сильного физического ученика и поставить ему замечание за весь класс. Ну а он уже на перемене сам разберется. Прошу учителей нас не ругать за то, что, в частности, в кабинете физики, он этого сильный, за то, что мы трогали приборы. Надо было просто подойти и ударить. И при этом говорить, лучше я сяду за то, что тебя избило, чем за то, что ты обжег глаза реактивно. Это, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Спасибо. Спасибо. Так. Слово предоставляется нашему директору спортивной школы Андрею Леонидовичу Соборову. Дорогие наши учителя, отмирайте советы. Я поздравляю вас с окончанием средней школы. Еще раз я поздравляю вас с окончанием средней школы. Тренинский совет нашей школы надеется увидеть вас не только в качестве уважаемых гостей, но и в качестве людей, которые желают повысить свое спортивное медицинство или повысить уровень своего физического развития. Ну и знать благодарности за нелегкий труд спортсмена. Тренинский совет награждает за высокие спортивные достижения в 1989-1994 году следующих выпускников. Филиппо Гинецк. АПЛОДИСМЕНТЫ Белов Борис. АПЛОДИСМЕНТЫ Филиппо Смойян-Виллин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Альбер Рудичи Смалов Время подлее Григорий Дмитрий Победитель трудового культура Болгария Бурмитра Павлов Палатин Фитерен Платушкин Андрей Сидоров Смакрей Палатин Фитерен 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 Я хочу вручить два аттестата сильнейшим спортсменам нашей школы и наших двух классов. В одном из них Миша Волоченков, который сейчас называли мастер-спектом, я поздравляю, считаю, что это первый в этом выпуске мастер, но не последний. С некоторой долей горечи вручаю Макса Андреев, потому что я надеялся, что он станет золотым металлом, он стал серебряным. Тем не менее, этот человек стал победителем чемпионата мира среди юношей, ну и прекрасный ученик. Аплодисменты 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 Спасибо.